Ну, во-первых, прежде всего, это боль, и это очень большое огорчение, потому что погибли люди, и мы рожаем глубокое сочувствие и соболезнование тем, кто погиб, их семьям близким, родным и тем, кто пострадал. Потому что в любом случае, любые бизнес-вопросы, любые бизнес-интересы, кто бы не был прав, кто бы виноват, это не стоит человеческой жизни и здоровья. Это очень страшно, когда люди погибают в мирное время, в мирном городе, когда так далеко, не так, конечно, далеко от войны, как хотелось бы, но, тем не менее, здесь-то мы все живем в спокойной, нормальной обстановке. И для нас это очень тяжелая ситуация, тем более, что в этой ситуации оказались тянуты люди, члены нашей общины, которые преподают в наших учебных заведениях. И нам не все по всем понятно, потому что есть разные точки зрения, одна, которая уже была озвучена очень широко, сейчас есть вторая точка зрения, которую высказал Шолом Накшан. То, что мне известно, и я думаю, надо обратиться к правоохранительным органам, что во время стрельбы Шолома Накшана там просто физически не было. Мы уверены, что органы должны разобраться правоохранительные, должно быть проведено объективное следствие, и должно быть видеть весь фактаж. Единственное, что мы считаем абсолютно недопустимо, когда пытаются объединить людей по какому-то внешнему признаку, национальному, религиозному, политическому. На самом деле там был тот или иной конфликт между людьми. Там не была представлена ни армянская община, ни еврейская община, ни АТО, ни представителей тех или иных школ, которые эти люди закончили. Это были отношения между людьми. Да, конечно, еврейская община, безусловно, выражает свою скорбь, как в любом подобном случае, но прежде всего мы обращаемся ко всем и к своим членам других общин, к тому, что главное – это мир и спокойствие человеческих жизней. Нам очень страшно, что сейчас в больнице лежат люди, которые ранены, что погибли люди, у которых есть, что другие люди боятся. Вот этого быть не должно. Позиция еврейской общины заключается в том, что решение деловых вопросов должно осуществляться деловым образом, по закону. А кто был прав, кто был виноват? Что произошло, это должны устанавливать правоохранительные органы. И прежде всего недопустимо, чтобы эта ситуация решалась так или иначе таким вот нецивилизованным образом. Вы сейчас известно, где находится Шолом Нахшин, правильно? Утударение. Шолом Нахшин, преподаватель в нашей общине, довольно известный человек, религиозный человек, который много лет работал в нашем городе, который сделал очень много хорошего, который занимался различного рода бизнесами. Но это было для нас не самое главное в нем, потому что он был преподавателем, его жена, прекрасный учитель, который очень любит дети. У них большая хорошая семья, люди приходят к ним домой на... Девять детей, да? Девять детей, девять детей. Приходят на Фарбрэнгены, они очень открытые, очень религиозные люди, насколько я знаю. Он оказался в состоянии очень... ему было действительно страшно, есть его обращение. Я думаю, что в ближайшее время он будет доступен на всем еще по WhatsApp, Skype и так далее, с ним можно будет поговорить. Но для него это был, безусловно, просто очень большой шок. Он рассказал о том, что он просто убежал, когда увидел оружие, я его понимаю, потому что одно дело о какой-то финансовом конфликте. Я сейчас боюсь давать какие-либо оценки. То, что произошло тогда. Но мы видим то, что из этого делают. Мы видим, что из этого делают провокацию. Мы прекрасно знаем, что наши враги, и прежде всего русская пропаганда, они пытаются раздуть межнациональные конфликты в Украине. Часто фейковым образом, часто пропагандистским. И вот из этого конфликта, ну да, действительно, произошедшего, возможно, не связанные с общиной, возможно, никак не связанные с самим Шолом и Накшином, был он там, не был этот вопрос, который надо устанавливать. Они сейчас пытаются развязать, что это какой-то большой конфликт. И вот это самое страшное, что этот повод, конечно, жуткий и страшный, пытаются использовать для провокации. Я не знаю, было ли провокации само это мероприятие, но то, что его используют сейчас активно и на нем пытаются сделать провокацию, это, конечно, очень страшно. Это очень страшно и для нашего города, и для нашей страны. И я думаю, что они будут продолжаться, и мы должны быть готовы. И то, что говорится, как всегда, не поддаваться на провокации. Спасибо.